Всем привет, ребята! Я сейчас нахожусь в магазине Lidl и хочу снять для вас небольшой обзор. И потом, если мы что-то купим, я вам тоже покажу. Давайте посмотрим, сколько стоит мясо. Конкретно ножки. Грудка здесь есть. Ну, еще какие-то стейки. Это куриные, да? Посмотрим и сравним. Так, грудки стоят 9,69... Ну, 11 евро. Так, давайте дальше посмотрим. Здесь вот ножки. Это цены за килограмм... А, нет. Это за пачку, вы тоже видите. Такие вот цены. Что здесь? Здесь уже что-то замаринованное даже есть. Вот кусочками. Цены вот такие. Так, а вот... Это бедрышки, наверное. Цены. Вообще недорого, я считаю. За килограмм эта цена. Ну, такие вот, в общем-то, цены. Вот здесь вот еще есть. В общем-то, дешевле, чем у нас в Израиле. Намного. Это за 140 грамм, да? А, вот есть... Это кто-то тут оставил. Смотрите, сальмон, как у нас продают. За... 19 евро. Я все время хочу сказать, что эти привычки. Так, ребята, вот смотрите, мы берем вот такую вот треску в кляре. 2,55 за два кусончика этого. На один уже. Здесь есть вот кольца кальмара. И вон есть как рыбки такие. Fish and chips. Потому что я такие тоже видела у нас. Так, красное мясо, смотрите. Небольшие лоточки. 6 евро. А вот здесь вот есть стейк какой-то. 4,49. Что еще есть? Это повод. Толстенький какой-то стейк. Так, вот здесь вот это... Написано тоже стейки какие-то со скидкой сейчас. Я думаю, что это вот эти. А вот то, что я вам показала, толстенький кусочек, вам будет стейк. Вот макаронцы взяли. Тут всякие десертики. А есть еще вот такие в форме сердечек. Ну, взяли вот эти, потому что получается дешевле за килограмм. И тут, видите, разный вкус. Дальше идем. Ну, вот тут опять мясо какие-то. А, это все стейки. Вот, смотрите, цены. Потом мне напишите, пожалуйста, кто ест красное мясо в Италии. По цене как это. Умножайте, если что, на 4. Ребята, я так делаю с сырами. Я вам так, как я знакомлю, мне просто показываю. Есть сыр. Я в ресторане ела вот такой вот сыр пози. Есть, как очень вкусно. Ну, а мне не знаю, по как. Вот я люблю Бри, но Тимур не любит, а я одна тоже не могу его съесть. Есть еще Камандер. А моя мама, знаете, какой любит вот этот. Это с голубой плеси. Вот этот можно вымазывать легко, а тот нарезать. Что-то не видится. В общем, так. Ребята, помните, мы ели вот этот десерт? Сейчас с вами возьмем еще такой. Но это только другой. Держись. Что ты как его готовить? Его надо прям готовить. Ну, в микроволновке просто в два раза дольше. Вот. Видите, здесь сколько всяких десертов. Даже есть целый пирожок и макароны есть тоже. Ну, в общем, вот овощные вот эти такие штучки. Я любила раньше покупать в России. В Израиле не видела. Но если вы знаете, где в Израиле, можно такие купить. Напишите мне, пожалуйста. Ребят, смотрите, магноник какой. Упаковочки. Вот 4 мороженых там. И вот цены на них. Есть вот разные. У нас в Израиле сейчас, по-моему, вот такой вот тоже появился. С манго вроде когда. Ребята, мы пришли уже домой. Сейчас я вам быстренько покажу, что куплю. Стратегический запас шоколада. Это я повезу в Израиле с собой. Это я вам показываю в магазине. Вот такие вот креветочки. Сразу у меня идут с соусом. По три с чем-то они едра. Макароны это хэппи хэппо. Кстати, стоит евро 97. Дешевле, чем в Израиле. Я просто одну себе купила. Это такое я вообще не видела. Мне кажется, вкусненько. Коробочки конфет. Одну себе, одну на подарок. Цветочки. Орехи нам достались бесплатно, потому что был купон. И вот здесь вот моя тетя купила себе такое платье и блузку. И вот такие блоки для туалета. Где-то тоже они стоили 3 евро. Вот такие покупочки у нас. А, ну и еще десертик убрали уже в морозилку. Который замороженое вам показывала фондон. Вот и все. Арахисовая паста же еще. Я выведена, показала. Без сахара. Вот такая вот скранчин в стеклянной банке.